Братья и сестры, простите меня, что я задерживаю вас, но я читал на этой неделе, подряд читаю Библию, книгу, первую книгу царств, и у себя в блокноте отметил одно событие, которое я прочитал и назвал его «Судьбоносный день». Это первая книга царств, 16 глава, когда Бог послал Самуила в дом Иесея и сказал, иди, я помажу другого царя вместо Саула. И вот я читаю с 13 стиха. И взял Самуил Рох с Елеем, это 16 глава, и помазал его Давида среди братьев его, и подчевал Дух Господен на Давиде с того дня и после. А от Саула отступил Дух Господен и возмущал его злой дух от Господа. Как изменились судьбы в этот день у этих двух людей. От Саула Дух Святой отступил. А ведь все было сначала не так. Как все было сначала хорошо у Саула. Точно так же было, что Рох с Елеем вылил Самуил на голову Саула. Братья и сестры, сюда смотрите. А то вы там Самуила нашли какого-то. Вылил Рох с Елеем на голову Саула, Самуил, и написано, что опочил на нем Дух Божий в этот же день, когда он шел, стал пророчествовать. И написано, что стал Саул иным человеком, совсем другим, не такой, как был с утра. А что с ним произошло? Дух Святой сошел на него. Братья и сестры, это событие судьбоносное в жизни человека. Это событие необычное. Это небо сошло в душу человека и меняет душу человека. А вот в этот день, которым я прочитал, Дух Святой оставил Саула и почил на Давиде. И с этого дня и потом пребывал на Давиде. Давид мог делать дела, угодные Богу. Бог использовал его в правительстве потом над царством, в победах над врагами, служение в храме и так дальше. А Саул, мы знаем его несчастную судьбу. Братья и сестры, Дух Святой. И сегодня, говоря о служении Богу, в деле благовестия, апостол Павел однажды сказал, что, впрочем, не я, а благодать, которая со мною могла сделать то, о чем он рассказывал, в чем отчитывался. И нам нельзя забывать, братья и сестры, когда мы говорим о служении, что Бог принимает только то, в чем он принимает участие. Дух Святой. И мы, подчиняясь Ему, можем делать угодное. Ну, знаете, друзья, у Саула был момент, когда ему сказал Самуил, иди там в раму, вернее, в Эвис Галатский, и там семь дней, жди меня. Семь дней прошло, враги близко. Это не очень просто было. И все это было страшно и сложно. И Саул смотрит, вот велистемляне подходят, а Самуила нету. Давайте сюда. Все, что положено к всесожжению, и сам стал совершать. Только закончил, седьмой день не закончился, и появляется Самуил. Что ты сделал? Неужели ты думаешь, что жертвопроношение больше приятны Богу, чем послушание? И дальше сказал такие слова. Ныне Бог утвердил бы царство. А так не устоять. Бог другого пошлет. Переворачиваем страничку, и написано, И утвердил Саул царство. Как же так? Самуил сказал, что не устоять царству, Бог другого поставит. А мы читаем, и утвердил Саул царство. Увидит воинственного человека, берет к себе в ополчение, и утверждает царство. Но, братья и сестры, что это было за царство? Ни одного спокойного дня. Во все дни жизни Саула была жестокая война с филистимлянами. Как жить в таком царстве? Это вот примерно сейчас событие на границе, да, украинской. Как жить? Очень тяжело. Невероятно трудно. Там и даже здесь мы переживаем. Такое было царство. Это уже было не Божье водительство в этом царстве. Братья и сестры, а нужно было дождаться. И другой случай, опять непослушание. Страшно, надо сделать так, потому что народ вот захотел, поэтому я сделал так. Лучшее оставил для жертвоприношения. Дух Святой. Судьбоносный момент, когда мы каемся искренне перед Богом, получаем возрождение. Дух Святой сходит в наше сердце, в нашу душу. И, друзья, Он желает руководить нашей жизнью, нашим служением. Но всегда мы встречаем даже внутри себя противодействие. Однажды мы с группой музыкантов были на благовестии в тюрьме. Заходят в зал заключенные, мы так вот здесь, они садятся. И так левее от меня, на скамеечку садится группа мужчин, дальше, дальше, дальше. А на первой скамейке сидит один молодой мужчина, и он так ведет себя очень вольготно. Он разговаривает, шутит, там кому-то через пять скамеек разговаривает. И это во время служения. Он мешает всем, нам мешает, мешает слушать. Но никто не может ему сказать, слушай, замолчи, не мешай. Ну, похоже, он там из таких руководителей, смотрящих. А потом к концу собрания, иногда он замолчит, слушает. Потом опять начинает показывать, что он все-таки здесь. А потом призыв к покаянию. Один вышел на покаяние, второй встал на колени, молится, плачет. И я просто ощутил полную тишину в зале. Он, и я так открыл глаза и посмотрел, я увидел его лицо, оно изменилось, страшная борьба. Он аж побледнел. И он стоит в таком переживании, и я понимаю, что Дух Божий работает над его сердцем. Дух Божий зовет его к покаянию. Но он не вышел на покаяние. Закончилась молитва, встали. И знаете, у него такая резиновая улыбка. Он пытается войти в роль, как это было прежде. И пытается, делает это, делает, и, наконец, он входит в роль. И я смотрю на него, как человек физически вот так оттолкнул Духа Святого от себя. Я это физически видел. Это было страшно. Он сказал, не надо мне это, не надо. Это было страшно видеть. Братья и сестры, вот так у Саула получилось. От него отошел Дух Божий. Он его жизнью, свои поступками оттолкнул. А потом он ничего не мог сделать доброго для Царства, тем более для Бога, для семьи своей. Ничего. Злой Дух нападал на него. Бог допускал. Злой Дух нападал и мучил Саула. И ему было плохо, и вокруг всем было плохо. Его заменил другой человек. В служении, в управлении. Его заменил другой. Братья и сестры, когда Дух Святой нам что-то хочет сказать, направить нас куда-то, разве мы не переживаем борьбу? Всегда ли мы так легко идем и делаем то, к чему нас побуждает Дух Святой? А я думаю, мы переживаем борьбу, а иногда и страх даже. Брат один рассказывает. Он живет во Владикавказе, там говорит. Звонит мне. Очень хорошо знакомый человек. Он живет рядом, республика Ингушетия. Такой человек очень знатный. Ну, познакомились мы с ним. Так даже в гостях бываем друг у друга. Он мусульманин такой, ярый мусульманин. Я христианин. И вот он звонит. Ну, здравствуй, как дела? А у меня первая мысль. Надо сказать, слава Богу. А думаю, вот сейчас скажу слава Богу. Он же мусульманин скажет. Ну, опять ты со своим Богом. Я же тебе не говорю, там, слава Аллаху, там, или что. И вот, знаете, это секунды такой борьбы. Как дела? И я ему отвечаю. Да, все хорошо, нормально. А он говорит, ну, и слава Богу. И он говорит, я просто чуть не упал. Вот. И даже дальше как разговаривать даже трудно. Разве не бывает момент, когда нужно открыто сказать, слава Богу, засвидетельствовать. Дух Святой побуждает. И думаешь, а получится? А уместно это? А как же это сделать деликатнее? Но если Дух Святой говорит, значит, надо делать. Знаете, я как-то сажусь в самолет, и мне нужно в Казань лететь. Мое место в середине кресла, а вот рядышком со мной сидит мужчина. Ну, я так глянул на него, он так в костюмчике, такой представительный. Тут у него значочек такой. Я еще подумал, почему он в бизнес-классе не летит, а вместе со мной. И вот, и, ну, видно, татарин он в Казань летим, в Татарстан. Ну, и первая мысль у меня, мусульманин рядом со мной. Благовествовать ему, что делать, как быть. Так еду, переживаю, и помолился Господи. Но он же человек, надо же ему сказать о тебе, о Спасителе Иисусе Христе. Как начать разговор? И говорю, извините, можно спросить? Пожалуйста. Я говорю, как вы думаете, молитва помогает, если человеку страшно? А он подумал, что я боюсь лететь на самолете, и мне страшно. И тут я за Бога. Конечно, говорит, слушай, молиться надо. И он начинает мне благовествовать, этот татарин. Он начинает мне успокаивать. Он мне говорит о том, что молиться – это хорошо. И он говорит, Бог слышит молитвы. А я уже думаю, как мне теперь вырулить ситуацию? Я говорю, да знаете, я читаю Иван, или тоже, вот, об Иисусе Христе. Да, Иисус Христос. Он мне рассказывает истории за женщину, которые хотели побить камнями. Как Иисус ее спас. И он мне... И я думаю, как теперь мне? То есть попал чуть ли не на миссионера, понимаете, мусульманина. Ну, потом мы разговаривали, все. Вот, он говорит, да, мусульманин я, все. Ну, я, говорит, читаю Евангелие. И уже выходить мы так хорошо расстались. Он говорит, хорошее дело делайте, что проповедуете, продолжайте. И знаете, друзья, еще раз, вот, ну, вначале думал, как, немножко переживал, страшновато. А побуждение такое. И через эту, ну, скажем, маленькую победу, нас Бог еще больше укрепляет. Да я же с вами. Вы делайте, вы говорите. И Господь поможет. Знаете, друзья, вот в первой главе Иоанна Георгия от Матфея, там написаны такие слова. Ангел во сне сказал Иосифу. Иосиф, не бойся. Я пропускаю слова. И дальше написано. От Духа Святого. Иосиф, не бойся. Это от Духа Святого. Ну, принять Марию. Но сам факт, друзья, что когда Дух Святой что-то пытается радикально изменить в нашей судьбе, это часто бывает страшно. А как? А что? Не бойся. От Духа Святого. Недавно мне звонит одна женщина. Как раз вот в те три дня, когда я по телефону разговаривал, она говорит, я мусульманка. Меня зовут Зухра. Сегодня муж мне принес газету. Веришь ли ты? Это ваша газета? Я говорю, да, это наша газета. Она говорит, вы знаете, я ее почитала. И я понимаю, что это то, что я всю жизнь искала. Мне, говорит, нужно поговорить с кем-то из людей ваших. Я набираю телефон брата-служителя, который живет рядом. Ну, я спросил, где она живет. Телефон узнал у брата. И говорю ему, слушай, езжай. Езжай к этой женщине. Обязательно поговори с ней. Братья и сестры. Вот она говорит, я мусульманка. Я всю жизнь искала то, что я прочитала в этой газете. Это как хорошо, что попало в руки этому человеку то, что она всю жизнь искала и не знала, где это найти. Где? Кто принесет эту весть? Я решил вам рассказать сегодня одно стихотворение. Ну, обычно его в Доме молитвы не рассказывают, но я вам расскажу его. Это есть такая поэма о человеке по имени Цыганов. И поэт Давид Самойлов пишет эту поэму. И я расскажу о человеке, которому никто не рассказал за всю жизнь о Боге. Ни ему, ни его жене. Под утро снился Цыганову конь. Приснился орлик и его купание. И круп коня, и грива, и дыхание, и фырканье. Все было полыхание. Конь вынесся на берег, и в огонь зари помчался, вырвавшись из рук хозяина. Навстречу два огня друг к другу мчались. Солнце и коня. И Цыганов проснулся тяжело. Открыл глаза. Что-то в груди пекло. Он выпил квасу, но не помогло. Пождал и понял, что-то здесь не так. Сказал, хозяйка, нынче я хвораю. С трудом оделся и пошел к сараю. А там в сарае у него лежак, где он любил болеть. Кряхтя прилег и папироску медленно зажег и начал думать. Начал почему-то про смерть. А что такое жизнь? Минута. А смерть? На веки. На века веков. И думал Цыганов, зачем я жил? Зачем я этой жизнью дорожил? Зачем работал, не жалея сил? Зачем дрова колол, коней любил? Зачем я пил, гулял, дружил? Зачем? Когда так скоро песня спета. Зачем? И он не находил ответа. Вошла хозяйка. Как тебе? А он печет в груди. Рассказал ей сон. Она сказала, лошади колжи. Ты поболей сегодня. Полежи. Ушла. А он все думал. Как же это? Зачем я жил? Зачем я своей жизнью не дорожил? Зачем работал, не жалея сил? Зачем? Зачем учился у отца и деда? Зачем я хлеб свой ел и воду пил и сына породил? Зачем? Зачем все это? Зачем была война? Зачем победа? Зачем? И он не находил ответа. Был день, и в тени старого сарая пробилось солнце на полу играя. Сарай еще был пуст до петрова. И думал он, зачем растет трава? А дождь зачем? Зачем шумят ветра? А осенью зачем шумит листва? А снег зачем? Зачем зима и лето? Зачем? И он не находил ответа. В нем что-то стало таять, как свеча. Вошла хозяйка. Не позвать врача? Я сам помру. Ступай-ка. Понадобиться позову хозяйка. А сам все думал. Солнце с высоты меж тем сошло. Пахнуло влажной тенью. Неужто только ради красоты? Живет за поколением поколение. И лишь она не подается тлению. И лишь она бессмысленно играет в беспечных проявлениях естества. И вот такие, обретя слова, вдруг понял цыганов, что умирает. Когда наутро умер цыганов, был месяц в небе свеж, бесцветен, нов, и ветер вдруг свой ударил бубны, и клёны были сумрачные, трубные. Вскричал петух, пастух погнал коров, и поднялась заря из-за яров, и пролился по белу свету свет. Ему глаза закрыла цыганова, а после села возле цыганова и прошептала, жалко Бога нет. Этот стих читался в читальном зале, там сидели люди, которые любили литературу, поэзию. Кто-то из них плакал, жалко было цыганова, а кто-то закрыл глаза, лицо руками и думал, а я зачем жил? Зачем я своей жизнью дорожил? Зачем работал, не жалея сил? И жизнь прошла, и вопрос, зачем? Зачем, братья и сёстры, разве не нам Бог дал ответ, чтобы сказать этим людям, зачем? Самый простой ответ даёт Ивангелие. Зачем в этот мир пришёл человек? Ответ, чтобы стать детём Божьим. Вот для чего приходит человек в этот мир. Самая первая цель. Ты должен стать детём Божьим. Ты должен получить возрождение. Дух Святой должен войти в твою судьбу. Это первое. Потом всё остальное. Кто об этом скажет людям? И разве не к этому нас побуждает Дух Святой? Стать детём Божьим. Мы открываем страницы Писания и читаем «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Как хорошо, что мы это знаем, что Бог нам это открыл, и мы стали сопричастниками неба, Церкви Божьей. А теперь нужно дальше пойти и об этом рассказать людям. Братья и сёстры, в послании Ефесянам, 4 главе, там написаны слова «Не оскорбляйте Святого Духа, когда Он побуждает нас к тому, чтобы рассказать, чтобы открыть эту истину, а мы умалчиваем, мы оскорбляем Его». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих написано «Не угошайте Духа Святого». И сегодня, заканчивая это общение, братья и сёстры, я хочу сказать, что был судьбоносный день в нашей жизни, когда Дух Святой вошёл в нашу судьбу, в нашу жизнь. И Господь просит нас через Слово Божие «Не оскорбляйте, не угошайте Духа Святого». Когда есть это побуждение, молитесь, Господи, пошли нам сегодня навстречу человека, которому я должен о Тебе сказать, и Бог их посылает навстречу. Только тогда не угошайте эту благодать Божию, от которой мы радуемся, от которой мы видим смысл жизни нашей. Да благословит нас в этом Господь. Мы будем сейчас молиться, благодарить Господа за этот день, что Он нам подарил, за то, что Бог нашёл нас, призвал к Себе, сделал детьми Своими, за то, что Дух Святой поселился в нашем сердце. И теперь через нас такую привилегию и ответственность Бог даёт продолжать то служение, чтобы многие люди ещё нашли путь к спасению. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Продолжение следует.